Небольшой прибор, который позволяет измерить интенсивность электрических и магнитных полей, излучаемых бытовыми приборами, а также различной техникой. При высоком уровне такое излучение способно нанести вред здоровью человека, поэтому мне стало интересно проверить места, где я провожу много времени и сплю. Стоит отметить, что в принципе электромагнитные поля присутствуют абсолютно везде, где есть электричество. В современном мире мы просто ими окутаны. Линии электропередач, мобильная связь, сети Wi-Fi, радиоволны. Даже не используя бытовых приборов, мы все равно подвергаемся облучению, ведь электромагнитное поле исходит даже от электропроводки наших квартир. Но переживать не стоит. Интенсивность таких полей обычно невысока и они быстро слабеют с удалением от источника. А приборчик Eric Hill ER02 поможет помочь понять, на каком расстоянии безопасно находиться от таких источников. Возможно даже кому-то поможет сделать правильную планировку в квартире. Он умеет измерять электрическое поле в вольтах на метр и магнитное поле в микротеслах. Приехал тестер в небольшой цветной коробочке. В качестве преимуществ здесь отмечены цветной дисплей, звуковая и световая индикация и возможность блокировки показателей. Такие преимущества высосаны из пальца, а в случае с цветным дисплеем это вообще не совсем правда. С обратной стороны у нас указаны подробные технические характеристики, такие как диапазон измерений, поддерживаемые частоты, точность и уровень показаний, при превышении которых устройство будет сигнализировать. На мой взгляд преимуществом именно этой модели перед конкурентами является перезаряжаемый литиевый аккумулятор, так как многие подобные девайсы работают на батарейках. В комплекте с тестером у нас идет микро-USB кабель для подзарядки, а также инструкция пользователя, но она у нас на английском языке, поэтому в принципе если не знаете, пользы от нее будет мало. Ну что ж, давайте посмотрим поближе на девайс. Прибор имеет прямоугольную форму, примерно половина площади занимает экран. С обратной стороны кстати есть наклейка, такая вот памятка по показателям. Корпус у нас весь пластиковый, но в местах, где предполагается держать прибор, пластик такой более мягкий и цепкий, то есть вот таким образом предлагают нам держать прибор, так указано в инструкции. На нижнем торце есть микро-USB для подзарядки, ну а для управления предусмотрено три физических кнопки, некоторые из которых имеют двойное значение. Кнопочка включения-выключения, первая у нас идет, она же при длительном нажатии заморозит показания. Средняя кнопка переключает средние и максимальные значения при длительном нажатии включает или отключает звук. Ну а нижняя кнопка у нас переключает единицы измерения магнитного поля с микротеслы на гауссы, то есть кому удобно как считать. У нас принято считать в микротеслах, поэтому в принципе кнопка не нужна. Так, также можно вот увидеть под экраном справа. Видим светодиодик, частота мерцания которого зависит от интенсивности поля, то есть чем чаще он будет мигать, тем сильнее поле. Ну и также здесь есть звуковое сопровождение, его можно при желании отключить. Кстати, сенсорная зона у нас вот расположена над экраном, правда вот эти стрелки они могут дезориентировать, то есть вы можете подумать, что они указывают на направление, то есть куда вот в стороны типа измерения идет, но на самом деле нет. Антенна расположена вдоль торца, тестер измеряет пространство перед собой. Так, ну что ж, давайте включим экран. ЖК-экран у нас условно разделен на две части, то есть сверху у нас отображаются показатели электрического поля, а снизу магнитного. Также есть различные символы, которые указывают режим работы, да, ну и как бы информация о заряде аккумулятора. Значит, подсветка у нас также сигнализирует о излучении. В данном случае видим красное, да, и значит у меня есть превышение. Конечно же есть превышение, потому как я в принципе вокруг сейчас обставлен оборудованием. Спереди стоит компьютер, по бокам мощные лампы для освещения, да и сам смартфон также излучает электрическое поле. Когда как бы показания в норме, то будет синяя подсветка и такая как бы будет вот все так в более спокойных тонах. Ну это очень удобно, то есть вы сразу видите есть превышение или нет, как бы ну вот так вот. Кстати, вот это вот и есть якобы цветной экран, то есть красная и синяя подсветочка. Так, ну что ж, теперь немного тестов. Для начала я проверил чистую зону, где тестер показал по нулям. Дальше я отправился измерять свою квартиру. Первым делом, конечно, проверил все спальные места, после чего с облегчением выдохнул. Все показатели в пределах нормы. А вот в местах скопления техники электрическое поле ожидаемо выше нормы. Особенно отличились рабочие места с компьютером и ноутбуком. К примеру, возле компьютера электрическое поле настолько высокое, что оно даже охватывает кресло. Поэтому, собственно, и рекомендуется меньше сидеть за компьютером, больше гулять на улице. Ну, в общем, понятные истины, скажем так. Также есть превышение около телевизора, но там не сильно, как бы уже через полметра интенсивность поля сильно падает. Говорить о точности измерений я, в принципе, не могу, потому как, ну, для сравнения нужно эталонное устройство, которого, естественно, у меня нету. Поэтому мое отношение к этому прибору как к показометру. То есть он показывает какой-то фон. Можно понять, да, где есть излучение, где нет, где больше, где меньше. Кстати, около розеток превышение довольно серьезное. Поэтому, если кровать расположена у вас около розетки, да еще и любите там смартфончик на зарядку оставлять, ну, я бы пересмотрел привычки, подумал бы о перестановке мебели. Около роутера превышение идет не только по электрическому полю, но и по магнитному. Думаю, не нужно объяснять, что желательно расположить его подальше от спального места, а лучше в другой комнате. Тем более, что уже в метре от него, как бы, все показания существенно снижаются. Также магнитное и электрическое поле подпрыгивает при разговоре по телефону, но оно очень быстро рассеивается с увеличением расстояния. Фактически сильное превышение тестер показывает только если поднести его прям к смартфону вплотную. То есть, если вы очень много разговариваете по телефону, то лучше пользоваться гарнитурой. Ну и самым страшным устройством в квартире ожидаемо оказалась микроволновка. Когда она работает, то показания магнитного поля просто зашкаливают. Причем существенное превышение есть даже в двух метрах. В общем, пользоваться ей, конечно, никто не перестанет. Но когда разогреваете что-то, то лучше не стоять рядом, а уйти в другую комнату. В целом, я, конечно, довольно скептически отношусь к информации о вреде излучения от бытовых приборов. Шапочки из фольги не ношу. Но простые меры предосторожности не помешают. Тем более, если бы я, допустим, обнаружил превышение показателей в месте для сна, то, пожалуй, просто переставил бы кровать в другое место. Это несложно. Еще один момент, который мне не совсем понятен. Если, допустим, устройство положить на стол, то показания электрического поля будут меньше. То есть, видим, сейчас, допустим, показывает 140. Вот я прям поднес к телефону, поэтому увеличилось. Вот, немного уменьшится. Здесь 130. Но стоит мне убрать от него руки, как оно прям упадет почти до нормальных значений. Видим, 24 вольта на метр. А если я ручками возьмусь, то будет сразу 130-140 вольт на метр. Такое ощущение, что тело выполняет роль, скажем так, антенны, приемника, и, улавливая волны, передает их на тестер. Как же тогда правильно измерять? В инструкции указано, что нужно держать тестер в руке. Но мне кажется, что все-таки корректнее не трогать прибор, то есть, не влиять на него. Я думаю, что при проектировке здесь допущена ошибка. То есть, само устройство, оно должно быть экранировано, кроме самого, скажем так, сенсора. Но здесь ничего такого нет. Поэтому, естественно, как только мы докасаемся до корпуса, сразу подскакивают все значения. Поэтому лучше всего, чтобы правильно измерить, чтобы не пугаться, потому что вы будете держать в руках, у вас просто везде будет показывать превышение. Вот, пожалуйста, поставили, и показывает у вас там 24 вольта на метр. Это тоже не мало, но это нормально. Ну, допустим, на спальных местах у меня менее 10. Но здесь все-таки, как я уже объяснил, вокруг достаточно много техники и электрики. Ну и, конечно же, мне было интересно разобрать прибор. На плате видно несколько чипов, по которым я хотел найти хоть какую-то информацию. Возможно, лучше понять принцип работы устройства. Но чипы никак не промаркированы. Точнее, есть ощущение, что они специально затерты. Абсолютно все компоненты. Может, чтобы конкуренты не слезали. Или, наоборот, они сами что-то слезали, и чтобы им не предъявили. Ну, в общем, ничего не понятно. Так, сверху медная пластина, которая является приемником электрического поля. Под ним дроссель L3. Он выполняет роль приемника магнитного поля. Плата с обратной стороны. Здесь, как ЖК-экран, кнопочки, ничего интересного. Ну, и аккумулятор, на котором указана емкость 600 мАч. Довольно неплохо. Ну, вот, в принципе, и все. Простой и понятный прибор, который нужен обычному человеку, по сути, на день-два. Проверить квартиру, проверить рабочее место. Вот, кстати, включу звук еще, чтобы вы послушали, как он пикает. Вот, видим. Вот, а теперь убираем. Падает поле и перестает пикать. Да, ну, в общем, проверить квартиру, рабочее место, да и все. Да, можно еще проверить, конечно, жилье родственников, друзей. После чего, скорее всего, он отправится куда-нибудь в стол или на барахолку. С другой стороны, стоит прибор недорого, но позволяет определить какие-то аномальные места в квартире. Я думаю, стоит это, конечно, сделать. Ссылочку я оставлю на тестер под видео. В принципе, это все. Если было вам интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Злой. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok